друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.ua меня зовут александр перед вами модель aukitel k4000 это бюджетник который на момент превью в интернете был очень сильно разрекламирован было очень много роликов интересных были ролики о том что этим смартфоном забивают гвозди по этому смартфону бьют молотком и так далее то есть очень много было интересных роликов от компании производителя наконец-то добралась эта модель к нам в магазин является одним из самых доступных бюджетников на сегодняшний день стоимость в китае составляет примерно около 110 долларов 105 110 когда к украине эта модель будет продаваться где-то вот 3 350 примерно около того вот такой вот он внешне вот в такой коробке поставляется эта модель здесь сзади написаны все технические характеристики этого смартфона по комплектации здесь ничего особенного это пластиковый бампер лучше бы был силикон по моему мнению и стандартные аксессуары это наушники это юсб кабель и зарядка зарядка у нас на 1 ампер что в принципе нормально так как аккумулятор у смартфона большой когда первый раз берешь смартфон в руки сразу же понимаешь что он довольно таки тяжелый вес его составляет приблизительно около 200 грамм толщина его составляет около 11 миллиметров он довольно таки толстенький но в принципе в руке лежит компактно и удобно информация о том что здесь трехслойное закаленное стекло подтверждают ролики компании производителя я к сожалению не буду бить по нему молотком я не буду его бросать со второго этажа я не буду его испытывать на вот эти все моменты здесь два и 5d стекло это вот можно видеть по вот таким вот особенностям то что вот этот вот вот это стеклышко оно закруглено спереди у нас на лицевой панели есть и три сенсорной кнопки они не подсвечиваются это меню домой назад сверху у нас 5 мегапиксельная камера датчик приближение и освещение и разговорный динамик сверху разъем для наушников с этой грани у нас качелька громкости вверх вниз и кнопка включения выключения снизу у нас микрофон и микро юсб разъем с этой грани нет ничего ободок вот этот вот по всему периметру это смит металл задняя панель имеет soft touch покрытие это такой вот пластик который не царапается на котором практически не остается отпечатков пальцев есть логотип компании okitel 13 мегапиксельная камера с интерполяцией и вспышка под крышкой есть два слота для sim карта эта модель поддерживает 3g 4g есть также слот под micro sd карточку опять же камера динамик наш основной и огромный большущий аккумулятор на 4000 миллиампер который действительно отрабатывает свои 4000 на отлично смотрим мы это все через программку антуту здесь же мы увидим результат производительности самый популярный результат который есть сейчас вообще среди смартфонов это 19 тысяч шестьсот пятьдесят шесть баллов в это результат довольно таки средненький но и процессор в данном смартфоне нельзя сказать что он игровой давайте обо всем по порядку во первых модель аукет лк 4000 5 1 android ntk 67 35 и это процессор графический ускоритель mali t720 здесь hd разрешение дисплея 13 мегапиксельная камера с интерполяцией очень хорошо что здесь 2 гига оперативки и 16 встроенных процессор данный он 64-битный и работает при частоте 1 гигагерц и мегапиксельная фронталка мультитач у нас представлен на 5 точек касаний есть различные датчики сенсоры есть акселерометр есть датчик приближения освещение данная модель поддерживает а тг разъем то есть можно будет подключать мышку флешку клавиатуру и многое другое поэтому по техническим характеристикам набор от производителя очень существенный очень хороший и если учитывать что это модель бюджетного уровня то производитель постарался и сделал все что только от него могло зависеть прошивка полностью на русском языке прошивка может обновляться по воздуху единственное что рекомендации на форуме о том что не нужно получать рут а потом пытаться обновиться потому что можно получить кирпич в настройках все полностью на русском языке есть настройки вот непосредственно беспроводное обновление есть настройки воздушных у воздушного управления разблокировки двойной этап по экрану здесь это представлено на английском языке но это единственный момент где вот есть такой перед не перевод во всем остальном прошивка стабильная google сервисы работают они предустановлены прошивку я уже обновил на новую версию если у кого-то при покупке не заходит в настройки экрана либо делаете сброс на заводские настройки либо нужно обновить прошивку через воздушное обновление с подключением к вай фай звучание смартфона мне понравилось я тестировал и разговорный динамик микрофон как всегда ставил симку делал тестовый звонок звучание отличное все громко четко слышно внешний динамик я вам продемонстрирую в асфальте 8 там тоже все отлично мне понравился звук в наушниках наушниках звук громкий чистый с басами то есть ну в принципе очень даже достойно экран здесь у 5-дюймовый здесь IPS OGS матрица как уже говорилось ранее трехслойное закаленное стекло стекло само по себе оно такое но довольно таки толстая она имеет 2 и 5 д технологию такое такие закругленные ободки то есть очень все достойно сделано давайте посмотрим что касается производительности здесь mtk6735 процессор 2 гига оперативки это не игровой процессор этот процессор не будет тянуть топовые игрушки с максимальными настройками графики но тем не менее вы сможете на этом смартфоне играть без проблем практически в 90 процентов игр а можно может быть даже и в сто процентов игр но нужно будет немножко понизить графику в игрушке и можно будет запускать давайте рассмотрим Asphalt 8 и тем самым протестируем внешний динамик который у нас располагается сзади на смартфоне с игрушками в общем особых проблем у вас не будет если вы любитель поиграть то в целом с этим смартфон будет справляться отлично идем дальше я тестировал gps gps здесь работает без проблем быстро четко отрабатывает ловит спутники никаких нареканий у меня с в этом плане нет переходим к аккумулятору здесь это тот момент на который производитель также делает упор композиция всех тех крутых технических характеристик за эту стоимость производителем было улучшено еще более смотрите я тестировал этот смартфон в двух режимах батарейки это был epic citadel со 100 процентов до нуля вот у меня скриншот 2 29 и далее у меня уже 656 это 11 процентов зарядки это в режиме самой максимальной нагрузки самого жестокого использования это epic citadel это более четырех часов в режиме игры в режиме antutu тестера всеми популярный всеми известный всеми любимый тест это 7826 то есть какой вывод можно сделать это действительно автономная модель действительно здесь хорошая емкость батарейки и действительно он показывает отличные результаты в плане автономности поэтому если вам нужен недорогой бюджетный смартфон в районе 100 чуть более 100 долларов то и это именно тот вариант который вам нужен камера здесь 12 мегапиксельная и 5 мегапиксельная фронтальная по данным от производителя это интерполяция однако могу сказать что качество фотографий получается на достойном уровне настройках вот можно выбрать 13 мегапикселей видео запись у нас происходит формате hd из того что я делал это получились неплохие снимки я еще по фотографирую для вас сделаю видео на камеру но в целом за такую стоимость смартфон обладает действительно хорошей камерой и фотографии получаются достойными делал я вот с такого расстояния листик листик бумаги с текстом все разборчиво все классно видно при хорошем освещении фотографии получаются действительно хорошими вот такое вот качество смартфон получился очень сбалансированным во всех аспектах с любой стороны с какой не подойдешь к нему получается очень достойный вариант во первых это низкая цена во вторых это закаленное трехслойное стекло с технологией тачскрина 2 и 5d внешне это смотрится достойно и по практике в плане практичности это также хорошо реализовано так как это стекло практически не бьет железу производитель не делал упор на большую на мощность этого смартфона на большую производительность на к упор сделан на автономность на многозадачность смартфона и поддерживает otg разъем 2 гига оперативки 16 встроенных ну и естественно поддержка 3g 4g в целом каких-то минусов я найти не могу в этом смартфоне практически идеальная модель можно говорить о том что хотелось бы мощнее процессор хотелось бы лучше камеру но опять же вопрос цены все упирается в цену и за эту стоимость эта модель одна из лучших сейчас на рынке одно из лучших предложений и компания okitel очень серьезно ворвалась в рынок мобильных технологий мобильных смартфонов и поставила под вопрос новинки многие новинки от других брендов на на этом все okitel к 4000 можно приобрести в интернет-магазине antelife.com.e подписывайтесь на наш канал все новинки обязательно обозреваем чтобы вы видели в каком состоянии вы будете приобретать ту или иную модель подписывайтесь также в группу на этом все спасибо всего доброго подписывайтесь на наш канал